Здравствуйте, добро пожаловать в PC Building Simulator 2. ПК наш, недавно собранный в прошлой серии, и до сих пор стоит на продаже. В общем-то, я так полагаю, что на следующий день мы узнаем, продали мы его или нет. Вероятность продажи 76%. Не знаю, наверное, было бы 100%, если бы я поставил цену 5999. Ну ладно, хватит этих шуток уже. В общем-то, тяжелые будни работяги в мастерской по сборке ПК начинаются. Погнали! Так, что это? Даже не верится, что все работает. Магазин, запчасти, ремонт. А, это нам тут реклама пришла, понятно. Скидки, скидки, короче, вот это вот все. Значит, где у нас здесь задание? Вот они, вот они, в общем-то, наши клиенты. Поставить ADATA на 480 гигабайт или что-то лучше? Клонируйте операционную систему в SSD накопитель. Без проблем. Клонирование для этого не... Да, USB-носитель нам необходим, в общем-то. Хорошо, это отлично. Оценка 2000 в 3DMark Time Spy. Опа! Вот это прикол. Меня зовут Эйден. Я самый главный любитель в мире животных. Окей. Угу, понятно. Короче, давай посмотрим, значит, а что у него за ПК тут? И как бы что здесь можно обновить? Ну, понятное дело, видюху можно обновить. 3DMark Time Spy. Хм. А влияет ли там... Я могу, в принципе, все 400 долларов, потому что, ну, Ryzen 7 1700X неплохо, ничего так. Ну, то есть, как бы, я могу, в принципе, видюху просто обновить. Может быть, SSD, но он всего 400 долларов нам на бюджет дает, поэтому в рамках этого заказа, да, предстоит, да, да, да. Пречитайте письмо, что ему нужно. О, 39 лет мужику. Ничего так, нормально. Так, ну, значит, давайте посмотрим на ваши эти адаты. Открываем магазин, собственно говоря. Нам нужно купить, значит, SSD. Сколько он нам денег дает? 200 долларов. Ага, ну, значит, на 200 долларов мы и покупаем. На 200 долларов мы спокойно можем вот это купить. Он нам предлагал... Ага, ну, это же круче, чем вот этот вот ультимейт, что он нам предлагал. То есть, мы можем, по сути, зажать себе лишних 10 долларов, но, конечно, я это делать не буду. Я просто немножко не то сделал, по привычке, альтап нажал, чтобы свитч на другое окно, а тут это так не работает. Да. Уже настолько погрузился в игру, что капец. Так, короче, давайте вот сюда вот мы это прикрепляем. И, значит, что нам еще нужно? Нам еще нужна видеокарта в диапазоне до 400 долларов. Значится так, до 400 долларов мы можем... Хм... Знаете что? В принципе, он нам платит, как бы, платит деньги нормальные такие, да, сколько там? 220 долларов? Я думаю, мы можем себе позволить даже... 600... 1660 супер? Угу. Правда, у нее 6 гигабайт, я не знаю, нужно ли ему это обязательно или же нет. Мощность в ватах. Что значит мощность в ватах? Может, потребление в ватах? Ну, ладно. А... Типа, сколько она потреблять будет, это имеется в виду, да? То есть, для этой более слабый блок питания нужен, для этой более... Ну, типа... С большим объемом. С большим этим. Короче, да. Чтобы больше ватт было. Подожди, а у него какой? А где у него? У него что, нету его? Не, есть. 650. Окей. А... Угу. Ну, он здесь ничего не пишет про то, что ему тут обязательно прям миллион гигабайт видеопамяти нужно. Дополнение для игры. Бабуин и спалин. Давай посмотрим, смотри. Где у нас тут бабуин и спалин? Что за бабуин и спалин? Подожди. Бабуин и спалин. Моя любимая игра. Эээ... Она же здесь есть? Она, наверное, как-то по-другому называется. Дай-ка переведу по-быстрому, чтобы не проебаться просто. Мало ли, я хочу посмотреть, если здесь есть эта игра. Типа, я хочу посмотреть на системные требования. Возможно, там в системных требованиях просто сказано, что нужно обязательно именно 8 гигабайт видеопамяти. И мы жестко проебемся, если купим 1660. Понимаете? Мне хочется... Бабуин с русского на английский. Ага. Пишется, что надо с болгарского переводить. Бабун. Короче, бабун. Но тут ничего не сказано про бабунов. Бабуны... Бабунов здесь нету. Короче, хер его знает. Рискнем. Рискнем давайте и просто купим, порадуем человека. Надеюсь. А вот этой вот видюхой, она поновее, покруче, по... Вообще... Йо-йо-йо. Так. Отлично, значит, все вот это вот мы сделали. Может быть, здесь есть дополнение восстания макак. Мне кажется, это просто степ какой-то. Я не знаю. Мне кажется, это степ, потому что таких игр я там не видел. Ну, короче, ладно. Значит, за все. Мы заказываем вот эти все штуки. Купить прямо сейчас. Да, только доставка на следующий день. 610 долларов. Пойдет. Ладно, нормально. Я думаю, что мы все равно этого того. А мы все оплаты приняли за все на свете, что у нас там было, да? Надеюсь. Да, за это все мы оплаты приняли. Погнали, короче. Сразу же, что мне там в e-mail. Кредит по... Ага. Мега... Да, идет не так, как... Да-да-да. Мы представляем всем с вами... Бесплатно, короче, понятно. Без проблем. Значит, заливаем, переходим. Может быть, сейчас... Может быть, сейчас... Мы продадим компьютер, который, наконец-то... Который там у нас есть. Но давайте для начала я хочу завершить вот начатое, в общем-то. Да, кстати говоря. Я не помню, сказал я в прошлом видео или нет. Я перенес, в общем-то, SSD-шник. Игру, точнее, на SSD. Почему у меня задняя крышка корпуса, извините, меня открывается? Не, как бы... Я не особо желаю это делать. А, потому что зачем мне... Подожди. Да, точно. Потому что зачем мне, как бы, установить, открыть категорию? Да, это я знаю. Это я понимаю. Я просто по привычке хотел. Переднюю крышку сначала открыть, как обычно. Так, подожди. А в чем прикол? Я не понимаю. Почему вот это вот обучение сейчас идет? Я, как бы, знаю, что делать. Наверное, для того, чтобы мне сейчас объяснить, как мне клонировать SSD? Клонировать операционную систему на SSD? Ну, давай сюда вставим, раз ты такой привереда. Кабель HDMI. Это ж прикиньте, подожди, у нас, у нас, на данный момент нам нужно просто заработать денег, у нас уже пятый уровень и мы спокойно, можно, кстати, на вот эту кнопку запускать компьютер, ну, ладно. Так, и что? Сейчас нужно будет установить какую-то программу по клонированию операционной системы, да? Да, клонировать ОС. Окей, без проблем. Мы можем купить усилители, чтобы откручивать эти винтики. Блин, это просто кайф. Сегодня мы обязательно тоже соберем еще один компьютер на продажу. Я попробую постараться над ним еще больше. Так, USB для клонирования, окей. Ну, ладно, давай сюда. И, значит, опять клонировать и, ну-ка, клонировать. Окей. Только в жизни, как бы, это все попроще делается, типа, у производителя, ну, то есть, по крайней мере, у меня, как было, у каждого производителя, там, сегодня какой-нибудь, там, ну, не знаю, SSD покупали, вообще не пойми, откуда. Ну, я не знаю, есть ли такие или нет. Ну, может, ладно, не у каждого производителя, но, например, у самых популярных точно есть свои софты. Программа, просто ты ее, типа, устанавливаешь, скачиваешь с интернета спокойно себе и все. Ну, то есть, я когда себе от Samsung SSD покупал новый, то я просто... Да, не, у меня прошлый SSD, блин, не помню, от какой компании. Такой тоже очень дешевый, такой популярный. Типа, много кто его покупает. Блин, вообще вылетело из головы, как он называется. Но, типа, когда компания называется так, все готово получается, да? Да. Ну, в общем-то, давайте заберем денюжки, чтобы у нас... Э, подожди, в смысле? Блядь, это не то. Наклеить стикеры, корпус, смайлик, не перенеслили. А, это, это, это у нас новое уже задание. Подожди, мне нужно вот эти вот принять оплату. О, зашибись, все, наконец-то. Деньги пришли. О, у меня рейтинг появился. О, это, короче, в общем-то, приложение, в котором показываются рейтинг и отзывы. Кайф, вот оно что. Важный момент насчет отзывов. Клиент сам не всегда может точно сказать, что ему нужно. Иногда он может, да, мельком упомянуть в письме скрытые цели, не расслаблять. О, как. Блин, подожди, а в первой игре, по-моему, тоже что-то подобное было. А вот у меня вылетело это из головы. Я что-то как-то, да. Вот сейчас, пацаны, становится жар... Э, это... Да, жарко, жарко, потому что, блядь. Сейчас мы будем реально стараться клиентов наших удивлять. Теперь так получается, ну... О чем я там, блядь, говорил? Да, 3D Smart, это понятно. Так, а... Хорошо, это я знаю, блядь. Зачем мне сейчас проверять, если он уже изначально нам... Да, ёптва. Такая... Нет, то есть... Ну, мне не дает игра просто поменять, поменять все это, чтобы... Чтобы не делать этот дурацкий тест бессмысленно сейчас. Потому что, ну, типа, зачем? Мы и так знаем, что там до 2000. О чем я говорил? Про обзоры? Нет. Про что-то еще, блядь, не помню. А, ну, про SSD, да. То, что... Вот от Samsung, когда я оставил новое SSD себе, то... Просто скачал программу, типа, с интернета. Она планировала мне в инду и все. Ну, типа, старого на новый. Ну, то есть, там... Там старый был не от Samsung. Хоть и SSD, но... Даже если бы был и с этого... И HDD, то все равно она бы без проблем это все сделала. Мне сейчас, блядь, мне сейчас даже уйти от экрана нельзя. Оно же длится хер знает сколько. С такой частотой кадров оно же будет длиться фиг знает сколько. Или здесь по стандарту таймер, типа, на 30 секунд установлен. Или на минуту. Я не помню. Не, по-моему, да. По-моему, по стандарту здесь, да, на каждую сцену установлен таймер. Типа 3 минуты. 30 секунд. Ну, ладно. Минуту попялимся в эту уже штуку. Ничего такого. Красота какая. О! О! Будущее наступило. Все. RTX, GTX, GTX вообще. Все на свете. XXX. Нормально. Нормально. 6 кадров играть можно. Помним, деда, блядь. Мы-то в свое время, нахуй. Что, блядь? Как-то вспомним, как мы GTA V в первом... Бля, реально, я GTA V два раза прошел на компе, на котором было GT 530. Атлон двухъядерный какой-то, не помню точно. И 2 гига оперативки. Боже мой, блядь. Это было жопа. И я, когда обновил себе оперативку до 8 гигабайт, это был мой первый апгрейд в жизни. Я про него рассказывал в каком-то видео, таком душевном. Но уже, типа, не помню. Может, хватит меня за ручку водить? Алло. Хорошо, хорошо. Блядь, как это отключить? Подожди, чтобы... Подожди, как это отключить? Я могу? Выберите монитор. Я могу отключить. Открыто. Блядь, ты серьезно? Значит, ну, видите, рейтинг комплектующий. Молодые люди. Блядь, как только мне дадут возможность выйти, я сейчас отключу реально подсказки. Я не знаю. Хотя, блин, еще не все пока что открыто. Вот, например, про обзоры, про приложения с обзорами очень полезно было. Но, блин, зачем вот это вот сейчас? О, наконец-то все. Блядь, ладно, что там по рейтингу комплектующий? Ага. Ну, 1660 спокойно потянет. То есть, ну, без проблем, да? Типа, магазин не установлен. Ну, то есть, смотри. Проц у него без проблем тоже все это вывезет. Но у него вот видюха. Предполагал, то есть, как бы вот так вот. Давайте удалять теперь, наконец-то. Наконец-то мне дали свободу слова. Так, о чем-то свободу слова не знаю. Блядь, давай вырубим пока. Э, я сказал вырубим. Блядь, я сказал вырубим, а я наоборот включил. Так, давай, блядь, я отсоединю на всякий случай. Кобель питания. Так, не знаю, зачем я флешку удалил, но похуй. Значит-то, выкручиваем нашу видяху старую. Вставляем, значит-то, от она. Красятулечка маленькая. Какая? На самом деле, нихуя не маленькая. А не, маленькая, в принципе, нифига себе. Просто два вентилятора выглядят в этом меню как будто вообще пиздец. Кстати, вот такой вот вопрос откровенный. Ну, я надеюсь, никто не против, что я его задам. Ну, я спокойно отнесусь, если вы не сможете на него ответить. То есть, никто не заставляет вас идти в комментарии. Но вот такой вот у меня к вам вопрос. А сколько у вас, у вентиляторов, у видеокарты? Лично в моем случае у меня один. Один вентилятор. Потому что, ну, дешевая вот такая вот видюха. Но зато, ёпта, тянет все на свете, блядь. Вообще все. GTA 6 потянуло. GTA 7 тоже тянет спокойно пока что. Ну, типа там в GTA 7 просто говорят обновление какое-то сейчас выйдет. Ладно, блядь, хватит хуйню нести. Давай, запускай вот эту херню. Меня дадут отойти. Так, я, по-моему, опять про что-то говорил и сбился с мысли. Да? Я ж дурак, как обычно, блин. Чем я говорил? Ну да, здесь, смотри. Сразу вон. Сразу 30 кадров, ёпт, классно. Релаксовая игрушка, блин, кайф. О, я вспомнил, пока тут оно все шло. О чем я рассказывал? Типа, это был первый мой апгрейд в жизни, когда вот у меня вот я прошел два раза GTA 5. Бля, я просто фанател от этой игры. У меня вот было такое несколько раз. С Far Cry M3, когда он вышел, я дико хотел в него поиграть. Но я был совсем пиздюком. Я вообще даже не знал, что лицензионные игры существуют. Я думаю, вы понимаете о чем. Я не знал, что. Типа, и самое тупое, первую лицензионную игру, которую я купил, это была Watch Dogs. Блядь, которую я купил вообще в хуй знает по какой цене. В магазине, в котором диски с пиратскими играми, блядь. Но там была лицензия Watch Dogs. Это, конечно, он тогда только вышел. Но она была в 500 раз дороже. Мне просто на днюху подарили деньги. И, типа, я все деньги потратил, типа, на игру. И все. Установил пару раз на нее поиграл. И все, типа. Но зато следующая игра была Payday 2. Которая, бля, очень много мне всего принесла. И мы с друзьями дохуя в нее играли. Это реально было кайфово охуенно. Да и я бы и сейчас, честно говоря, поиграл. Если хотите, напишите в комментариях. Хотели бы вы Payday 2 увидеть. Ну, правда, в соло. Типа, там. И не знаю, что я буду делать. Я не особо фанат, там, каких-то суперкрупных миссий. Мне больше такое что-то классическое нравится. Типа, там, ограбление банков и все такое. Ну, вот. Так вот, и с Far Cry 3 такая херня была. Типа, я дико долго... Я очень хотел в нее поиграть. И тот же первый раз, когда я запустил, у меня она еле шла. Но нормально, более-менее. Но вот GTA 5, это был, конечно, полный пиздец. Она у меня вообще просто каждые 2 секунды фриз. Лютейший, блядь, фриз. Это была жопа. Это была лютая жопа. Надо заменить материнская плата и блок питания. Окей, без проблем. Блок питания, значится. Хуян допала. Заменить. Опа. И значится материнская плата. Материнская плата. Вообще? Вообще. Подожди. Вот, ладно. Я пока что просто заказ оформлять прям не буду. Я пока что мне вот что интересно. Я прочитаю, давайте. Только я прочитаю, давайте, про себя. Потому что чуть-чуть у меня, ну, типа, блядь. Я сейчас не... Ну, короче, читать, блядь, я не умею. Я просто вкратце потом сам скажу. Потому что мало ли просто она здесь, может быть, сказала. Или он. Огромное спасибо. Я так увлекалась. Увлеклась. Это она. Что, типа... Короче, она записывала какие-то видео. Параметры прекрасной особи. А, а. Сколько у нас уйдет на замену вот этих комплектующих? 270 долларов. А ты нам предлагаешь 300 долларов. Бля, я думал просто, может быть, чтобы ей прям угодить, купить еще ей HDD. Ну, типа... Не, в принципе, можно. Ну, либо купить ей что-то покруче. Подожди, ну, а какой у нее блок питания там? Какой у нее... Какой у тебя блок питания на... Шо это? 650 ватт. Добрый. А, шо еще ты там... А, ебать, у тебя и так 2 терабатора. Хотел удивить женщину. Блядь, женщина оказалась непростой. Ну, короче, единственное, что тут можно, типа, обновить это материнку. Ну, как бы, бля... Ну, давай посмотрим. Ну, типа, просто, как бы, у нас 30 долларов лишних есть, да? И, то есть, типа, вместо того, чтобы брать материнку, за сколько тут? За 190 мы можем взять ее за 220. Шо у нас тут за 220? Причем... О, есть за 210. Вот, вариантик. Вариантик. Ебать. Подожди, а че такие крутые и за 210? Лешие-то, блядь, путаю. Это же... Да, Intel, да? Да, Intel. То есть, это... 1551. Как вот там, блядь, этот сокет? Да, 1151. А почему я здесь не вижу? А, вот она. Вот они ее, вот эти вот. Ну, смотри. Тут есть гораздо круче варианты на этом сокете. А, или нету? Нет. Вариантов больше на этом сокете покруче нету. 190 долларов вот эта вот штука стоит. Да. Ну, к сожалению, ладно. Придется, значит, вот так. Может, блок питания покруче? Ну, блядь, смысл? 650 ватт шо тут? Не хватит? Ну, типа, как бы, блядь. Хотя, если она собирается туда квадриллион жестких дисков вставлять, может быть. Просто хочется, знаете. Впечатлить человечка. Ладно. Давай посмотрим. Эти блоки питания, значит, у нас есть 30 дополнительных доляров. И мы берем его за 80, значит, мы можем 110. За 110 у нас какие тут варианты есть? За 115 есть? Ну, можно и за 115. 550 ватт, это даже еще хуже. И вообще, какой-то не вызывающий доверие. В общем-то, ладно, не важно. Давайте, в общем-то, мы возьмем вот это вот, то, что мы, значит, взяли. Да, собственно. Я в Азии. Дядя Тим, короче, у нас перебрался в Азию. Угу. Да, он тут, в общем-то, нам рассказывает про это приложение, которое нам только что открылось. Обз... Обзови... Обзор Вик. Обзовик. Короче, обзови Вику, чё, зачем? Нормальный человек. А, где она? Где этот ваш обзор? Обзор чего? Ну-ка, давайте почитаем отзывы. Опа. Короче, все зашибись. Все зашибись. Ну, вот, как обычно. Те, кто ставит 5 звезд, нихуя не пишут. Зато те, кому что-то не понравилось... О, бля, я тебе, бля, целую поэму напишу. Ну, ладно. Это так только на первый взгляд кажется. Помните, что несколько лет назад мы этим местом заправляла настоящая чучела? Том и Джим. Или Джим. Но сейчас это замечательное заведение. Ну, судя по твоей оценке, просто хорошее, а не замечательное. Лучшая мастерская в мире, да? Лучший сервис и представленный... Ну, конечно. Приятное обслуживание, профессиональное отношение, замечательная работа. Спасибо за 4 звезды. Компьютер починили и чаем напоили. Сниму 1 балл лишь за... А, чашка была немножко сколота. Блядь, сука. Какая чашка, нахуй? Где эта чашка? Я ее сейчас, блядь, покажу. ПК стонал, как умирающий вуки, а теперь мурчит. Единственное, что не понравилось, компьютер пришел слишком чистым. Стало стыдно и пришлось убираться в квартире. Блядь, братан, сочувствую. Мне очень жаль, что так получилось. Постараюсь в следующий раз пыли лишней принести в твой компьютер. Так, ну, в общем-то, все, в принципе, да? То есть, я заказал все? Нет, я нихуя не заказал, я заказываю. И, значит, запогнали теперь смотреть. Продали? Продали! Э, така, блядь, продажи в магазине. О, ё-моё! Ну, норм, ничего такой. А что? Цена продажи? А почему вот это вот? Или это что? Не, это не то, что... Это, а, блядь, это другое. Это, которое нам, типа, тренировали, на котором нас, смотри, нахуй, за 6 тысяч купили. Ну, конечно, блядь, купили. Ебать. Ну-ка, подожди, принять оплату. Внимание, внимание. Хуян допала просто жесть. 50% работы. Схуяли. Подожди, это что? В смысле? Что это значит? Ладно, короче, не важно, не знаю, что это значит. Товарный чек, стоимость перепродажи, персонализация корпуса. Ага, разгон. Да, все дела, итогов. Вот это я понимаю, кайфы. Итак, теперь, внимание. Как раз в следующем нашем заказе нам нужно, значит, материнку разбирать и блок питания. Поэтому я беру, опа, блядь, что? Смотрите. Автоотвертка, автоподключение, автоинструмент для стоек. Ускорение установки, комплектующие устанавливаются. Ну, блядь, камон тут. Это, может быть, было через SSD вот это вот все сделал. Что за... Подожди, автоподключение. При включении ПК кабели подключаются автоматически. Комплектующие сами находят нужный кабель и подключают его. Нажмите на разъем. Знаете что? Или кабель, чтобы бумаги заработала. Вот это, вот это и вот это я делать не буду. Не, все винты закручиваются сами. Блядь, ну... А я не хочу, блядь, я не знаю. Вот это, может быть, я еще куплю, но вот это я не хочу. Оно как-то убирает весь кайф, как по мне. Ну, может быть, потом, когда уже реально заебемся. Ну, на начале, ну, точно нет. Хотя я могу все это сейчас купить. Типа, без проблем. Но автоинструмент для вот этих вот ваших стоек. Да, купить прямо сейчас. Окей, и у нас есть 4000 долларов. Значит, за что на 4000 долларов мы можем себе позволить? Давайте соберем теперь бюджетный такой ПК. Чисто вот, блядь, ПК за 30к. Для игр 2 гига все тянет вообще супер. На б... Бля, все. Модный ПК. Не бюджетный, а модный. Современный, молодежный. С 20... Блядь, нет, не так. Опа, видюха готова. Значит, за 2060 у нас будет. Потом. Значит, я не хочу теперь издеваться над людьми. Это, в принципе, смотри, достаточно дешево. Не, ну, блядь, только терабайт-то нахуй. Ну, не, для обычного человека похуй. Там захочет купить. Чтобы они потом на это, не на этого того. Типа, на 1 терабайт, вот это вот. М2 есть. Доступно. М2. Ну-ка, погоди-ка. Они самые дорогие, да? А, нет, смотри. На 512 гигов. Бля, давай. У нас на 1 терабайт, да. Было бы глупо просто на 1 терабайт SSD еще покупать. Давай лучше на 512 гигов. Ну, типа, блядь, терабайт HDD еще. Можно было бы тогда HDD вообще нахуй убрать. Типа так-то. То есть, SSD в таком случае бы просто покупался. Если 1 терабайт уже есть, просто покупался бы, чтобы система на нем стояла. Как бы и все. И добрый вечер. Ну, ладно. Короче, так. Все, значит, M2E это все у нас есть. Значит, блок питания. Ну, тут как бы мы экономить не будем. Мы нашим людям, блядь. Мы нашим людям купим за 140. Бля, ладно, не. Не за 140. Ну, 650 маловато как. Хотя, это же серия видеокарт не такая уж и типа этого-того. Не то, чтобы супер потребляцкая. Ну, блядь. Ладно, купим нормальный блок питания, короче. Блядь, это не нормально. Нихуя, подожди, не. Стоп. Не это. Где там у нас? Самый чёт. Давай. Значит, корпусные вентиляторы. Это погоди-ка. Материнские платы, в первую очередь. Что у нас доступно? Ну, честно говоря, слот M2. Мне нужно, чтобы был обязательно. Ой, я ж могу здесь фильтры вставить. Во. Вот это идеально. Чипсет. Это, подожди. Слот M2, чтобы был. Можно разгонять. Поддерживает. Давай, во, точно. На базе вводе новое охлаждение. Блядь, что это? 1700. Какая-то старая хуйня. Не, подожди. Тогда не надо. А что за прикол? А почему только одна? Фильтры сохранились? Да. Окей. Значит, вот у нас офигенный вариант. Но. Но. Процессоры. Блядь, не сбросилось, да? Блядь. Или сбросилось? Хуй его знает. Процессоры, какие у нас самые крутые, доступные? Ну, в принципе, мне самые крутые не... Опа. Аааа. Это не хуйня. Я подумал, что за говно. 1700. Это Intel просто прикалывается опять, блядь. Как они заколебали. 12600K, новенький, модненький, молодежненький. И, естественно, все на свете вот это вот теперь у нас тут подходит. Вот это вот берем. Есть. Ага. И даже SLI Crossfire вот это вот все на свете можно сделать. Бля, может тогда две видюхи? Ну, блядь, как бы типа чё? RTX 2062. Не, это мы уже будем делать, если уже там вообще, блядь, жопа будет. Прям супер что-то крутое будем делать. Так, хорошо. Ух ты, ёпт. Я себе, это что значит? DDR5 открылось. Все-таки оно есть в этой игре. Оно существует. Только посмотрите на эти цены, бля. Люди милые. Подожди. А тут какая память? DDR4. Так что нам пока что да. Мы пока что маленькие для таких цен. Извините нас. 32 гигабайта. Если 4, то это 128 гигабайт. Пизда. Чувак просто улетит в космос на этом кудах. Бля, хотел собрать бюджетно. В итоге получилось опять какая-то зл... Ладно, в следующий раз точно бюджетно прям соберу. Прям вот реально постараюсь максимально бюджетно собрать. Бля, мне бы сейчас вообще бюджетно собрать, потому что денег-то не то чтобы очень много. Подожди, а материнки доступны-то на DDR5? Нет. Материнки нет, но плашки уже есть. Ну? А нет, есть. Прикол. Но это же не то, что... Да, это не моя. Она не доступна. Вот это моя. Вот она поддерживает водяное охлаждение. Так, а вот теперь вопрос. Что я буду делать, значит, с этим вашим водяным охлаждением? Ну, сам как-то делать его, да? Я так полагаю. Я не знаю. А, корпус, блядь, забыл. Самое хуенное. Так, погоди-ка. Ну, давай корпус тоже как бы такой прям нормальный, красивый. Вот это пизда. Это, который, по-моему, у нас был как раз-таки в прошлой. Ля, как... Да, кстати, в комментариях писал человек, что благодаря этой игре он влюбился в корпус от компании вот NZXT. И я тоже влюбился. Ну, только у меня, к сожалению, не хватило денег. У меня корпус от Zalman стоит хорошенький. Короче, это. Реально пизда-то у них корпуса. Давайте, давай вот в нем и соберу, наверное, только влезет ли оно сюда. Я думаю, влезет по-любому, потому что, ну, типа, что тут не влезать-то, блядь? Что тут не влезать? Кстати, 406 длина видеокарты. Ну, то она там не такая уж и большая, я думаю, это видео. Но это и не самый максимальный, типа, этот бюджет у нас. Короче, давай, погнали. Мид-тауэр, а это типа фул-тауэр, да? А это вообще супер-тауэр. Ёпт вам. Вот тут, вот тут. Мы, блядь, потом будем собирать ПК. Вот я отвечал. Может, даже новые, более крутые корпусы выйдут. Мы будем собирать ПК. Так, я все вроде бы купил. Блядь, забыл корпусные вентиляторы. В котором я поставлю, блядь, 405, 6, 7, 8, 10. А, еще Bequite мне нравится, компания тоже. И в плане корпусов, в плане охлаждения, типа, воздушного на процессоры, вообще охуенные, и, ну, эти кулеры. И эти, блок питания у меня, блок питания от Bequite. Короче, давай. Что тут у нас? Блядь, здесь же не написано, какая... Какие нам вентиляторы нужны? Корпусные. Ну, поэтому покупаем, в общем-то, ух ты, блядь. 200 миллиметров, нихуя себе. Как думаете? Не, мне кажется, это для... Для вообще супертауэр. Я куплю вот эти вот, на 120 миллиметров, да. RGB, циркуляция воздуха в корпусе. А в чем отличие? М? MSI Max, F2, да, 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 RGB. Подсветка RGB. Тут типа что? А в чем отличие? Тип корпусный вентилятор, подсветка RGB. Все, блядь, одинаково. Ладно, не буду париться, просто куплю вот этот вот. И, ну, несколько штук, не знаю, 4, как будет. В любом случае, если что, потом пригодятся. Так, ну, погнали теперь. Значит-то, мы переходим на следующий день. Угу. По фасту выполняем, значит-то, все наши задачи. Проверим нашу автоотвертку генскую. Так, это у нас что? Это у нас новый? Нет, это у нас тот, который нужно покрасить. Нам покрасить вот здесь нужно, блядь. Значит-то, покрасить фиолетовый. Окей, давай покрасим фиолетовый. Фиолетовый. Это я понимаю, конечно. Стекло не красить. Главное не забыть. Стекло не трогать. Так, покрасить фиолетовый. И смайлик-сердечко нанести. Без проблем. Нормально так. Нет, цвет прикольный. Ладно, мне кажется, мне пора бы выбрать вот это, как бы, если что, да? И жесткость вообще пожёстче. Блин, жалко только, что этот пылевой фильтр тоже красится. Это как-то странно смотрится. Окей. Так, все. Теперь нанести значатся у нас стикеры. Сердечко. Смайлик-сердечко. Это у нас вот это вот. Ну, давай нанесем, типа, 4 штуки. Именно вот такого вот 4 штуки, да? Ну, вот тебе готово. Что теперь? Все? Готово? Да. Отлично. Не знаю, почему нам просто разрешили. Меня это немножко смутило, то, что нам разрешили. Обычно же говорят, то, что ты не на тот стол поставил, убери. Кстати, отзыв сразу можно было прочитать. Классно. Так, значит, надо заменить материнская плата вот здесь. Ну, давай, в общем-то, потихонечку разбирать. И блок питания надо заменить, да? Значит, откручиваем вот это все. Да, убираем, в общем-то, кабеля все. Оно нам все уже не надо. Все, как бы. Очищаем процессер. Аккуратно, чтобы красиво было. Вот так. Все, зашибись. Убираем вот эту вот крышку. Снимаем. Оперативка. Иди ко мне. Так, эти кабеля. Все. Вот теперь самое крутое. Смотри, йоу. Я просто нажимаю. Не понял. А-а-а. Смотри как. Тут оно не работает, потому что это винты. А вот это стойки сами откручиваются. А, йоу-моё. Блин, жалко нельзя сделать, знаешь как? Мне почему-то казалось, что в прошлой игре было так, что ты нажимаешь, и оно само откручивается. Типа, ты нажимаешь сюда, сюда, на третий, четвертый, и оно само откручивается до конца. Просто нажатием, а не зажиманием. Было бы очень удобно. Но, к сожалению, вот так вот. Ладно. Материнки. Сломано БУ нахер. А где, блядь? А, я не забрал. Точно. Окей. Забираем. Фига, у меня там две материнки еще какие-то откуда-то, хер пойми, откуда, капец. Где там у него вот это вот? Ему вот это вот все ставим. Ну, значит, я думаю, в принципе, раз на то пошло, то, да, болты можно тоже сделать, чтобы автоматически вкручивались. Потому что, я думал, по-другому как-то будет, но, оказывается, нет. Так. Процессор. Владелец. Вставляем. Закрываем. Термопаста. Термопаста. Готовься. Опа. Наносим. Слишком достаточно просто все нормально. Так. Давайте сначала поставим память обратно ему на место. Опа-на. Теперь значится кулер. Керак. Видеокарту. Менять же ничего не надо. Да, не надо. И блок питания ему надо поменять. Точно совсем забыл. Так. Блок питания. Блядь, нет, это сломаный. Подожди. Новый. Вот этот. Да. Тут для нашего другого куда-то. Надо заменить материнская плата. А, блядь, я что сделал сейчас? Извините меня, это не замененная материнская плата. Не понял. Ладно, может быть, оно все заработает. А, да. Когда я начну подключать, я так и думал. Окей, в принципе, все. То есть кабеля. Не, ну вот эти кабеля я точно хочу оставить. Потому что, ну, это вообще не кайф. Типа, если это все убирать. Так, мы сейчас подключаем, by the way, эту жесткие диски. Там просто не видно. Все. Теперь вот эти вот. USB, наши new USB, HDMI. И как бы у нас все готово. Да? Вроде бы я ничего не забыл. Да. Я думаю, что да. Запускаем. Работает. Смотрим. Работает. Да, все отлично. Значит, забираем, дорогой клиент мой. И принимаем оплату. Опа-на. И все. Хороший у нас есть. Ну, а теперь, значит, интереснятина вот эта вот у нас. Давайте-ка попробуем собрать. Вот это. Вот чудо. Замечательно. Мы сдавили логотип Razer. Коллаборация нейка. Смешно, смешно. Так, погоди-ка. У нас тут куча всего. Заднюю крышку тоже, понятное дело, снимаем. Я, кстати говоря, сейчас не могу купить. Потому что денег у меня нету на эту. Автоболтоверство. Ну и ладно. Так, ставим, значит, материнку. Какую мы там заказывали? Вот эту, да? Максимальная скорость оперативной памяти. Да-да-да-да-да-да-да. С водяным охлаждением нет. Мне надо, чтобы да было. Вот эту мы зак... Подожди. Мы заказывали вот эту. Сука, но здесь... В смысле, подожди, с водяным охлаждением нет. Что значит, что нет? Было же да. Сказали же, что водяное охлаждение можно... Ну окей, сейчас посмотрим в любом случае. Так, значит, поднимаем вот этот щиток с процессором. Кстати. Открыть слот SSD. Окей. Неплохо. Слот HDD? Что? В смысле, открыть слот HDD? Вот это HDD. Процессор. Закрываем. И вот теперь самое интересное. Значит, наносим, во-первых, термопасту, естественно. Наносим. Все нормально. И охлаждение. Радиаторы. Нихуя у меня нет. А где мне это все брать? Погоди. Запчасти и ремонт. Это не то. Декоратор. Тепло. Все за тепло. Тепловизор можно использовать только в режиме сборки. Что-то я, блядь, не вижу здесь. Где покупать запчасти для охлаждения? Блин, ладно. Может, если кто знает? О, подожди. Начать работу на столе? Ага. То есть, чего? Как где покупать-то запчасти, блядь? Ладно. Возможно, нам пока что это недоступно. Хорошо. Раз так, значит, я покупаю просто самую максимально крутую систему охлаждения для нашего процесса. Вот это. О, блядь. Доставить в этот же день. Еблынь. Принимаем запчасти. Так. Ставим. Система охлаждения. Сверху. Я думаю, да. Я думаю, сверху, потому что здесь. Что это такое? Подожди. А, у нас здесь уже есть вентиляторы. Бля, зря купил. Я думаю, да, я не буду их, наверное, менять. Хотя, подожди, не, буду. Как это нет? Как это не буду? Буду. А знаешь почему? Только, блядь, только не говорите, что там спереди сплошной корпус, который нихуя не проглядывается. Пожалуйста. Надеюсь, это просто как... Нет, это пластмасса, которая не проглядывается. Вот это пылевой фильтр. Блин. Есть ли смысл тогда ставить? Ладно, давай хотя бы за... Хотя бы сзади. Заменю вентилятор. А давай похуй. Везде заменю. Какая разница, блядь? Везде заменю. Чтоб РГБ даже было даже там, где мы не видим. Так, корпусные вентиляторы. Сначала дорогие. Вот эти мы заказывали, да. Вылазят спокойно, а это хорошо. Это зашибись. Только, по-моему, были на 140, а у меня на 120, да? А, как-то они, блядь, маленькими смотрятся. Да? Или подожди. Нет, было на 120. Вот, который я снимал только что. Сзади был на 140. Но у меня же, по-моему, один остался какой-то на 140, который я покупал тоже у той. Кстати, не, у нас все равно, смотри, циркуляция воздуха лучше. Ладно, давай спереди в любом случае установим на 120. Блядь, ну и придется, что ли, еще один раз за доставку переплачивать? Потому что я хочу, чтобы везде РГБ было, да. Чем больше свистоперделок, тем больше ФПС. Это все знают прекрасно. Типа, блядь, не надо мне тут. Корпусные вентиляторы, самые дорогие. Значит, так, 140 миллиметров мне нужно. РГБ, как тут поставить? Подсвет присутствует, бля. А 140 миллиметров нету, есть только 200. А 200 влезет? Ладно, в любом случае, мне очень интересно сейчас посмотреть, влезет ли 200. Поэтому в любом случае, похуй, проебу еще 160 долларов. Ну-ка, просто интересно. Но в любом случае, потом я это все, ну, буду когда-нибудь использовать. Может быть, влезет. Мало ли, блядь, это не то. Где там она? Где там эта бандура? А где дура-бандура, в смысле, не понял. Подожди, я ж только что, блядь, купил. Типа, не подходит? Да, блядь. Не подходит. Ну ладно. Что ж, 140 тогда вставим. Похуй, ставим 120. Блядь, а где, а как? А что? Аааа, теперь она не влазит. Потому что, то есть, снять я ее каким-то раком смог, а поставить обратно не могу. Или я ее снимал до того, как я поставил вот это охлаждение. Блядь. Ладно, ставим. Все, теперь у нас везде RGB. Удаляем старую термопасту. Не знаю, ну всяк, пускай просто. Чтоб прям максимально новенький он был. Возвращаем вот эту штукенцию. Все. Да, влазит прекрасно, зашибись. Отлично. Чисто симулятор закручивания винтиков. Так, теперь я открываю все слоты. Можно, блин, жалко, нельзя поближе еще. Чтоб прям вот, прям вглядеться в это все, в это все красотень. Ааа, планки памяти. Пошла одна, пошла вторая, пошла третья, пошла четвертая родная ее. Вот это я понимаю, сейчас будет жест. Так, HDD. Ой, блядь, да, HDD. Ну тут так и написано, в принципе. Так что можно сказать, я и не ошибся почти. Устанавливать теперь нужно HDD. Я думаю, я поставлю его в самом низу. Чтоб видюха еще больше нагревалась. Не, хорошо, видюха, он на видюху не будет лететь. Видюха у нас выше будет стоять. Это все замечательно. Я вот за это переживал. Но, в принципе, я не думаю, что здесь прям настолько все это как бы сделано, что там, блядь, HDD поставишь напротив видеокарты. Типа, и вентилятор будет сдувать горячий воздух с HDD. На видюху все, видюха загорит. Не. Ну и в жизни, в принципе-то, это маловероятно. Как бы, ну если только прям не супер жестко на косячи. Так что да. И, в общем-то, новый блок питания. Супер-мега-хуенно жесткий. Так, удалить нужно вот это вот только для начала. Да, конечно. То, что нужно было поставить самым первым, я забыл. И поставил там последним. Так, давай сразу закручу вот эту штуку. Опа. Чтоб он там не ерзал. Ну, я понимаю, конечно, что он тут ерзать не будет. Хотя, может быть, добавили физику в игру. Может быть. Типа я вот так вот кручу его, там все повылетает. Пока я не привинчу. Так, хорошо. Это замечательно. Значится теперь. Теперь кабеля. Потому что больше у нас... У нас все. Все у нас есть абсолютно, да? Мы все поставили. Кабеля. Питание материнки. Питание вот этой вот водяной... Вот заново вот этого охлаждения. Окей. А это что у нас было? А, это... Это к материнке шло, да? Мне показалось, что к ведюхе. Питание, значит, кулеров вот этих всех видеокартовских. Трубаем. Да-да. И осталось только корпусные вентиляторы соединить, чтобы они тоже питались от вот этого всего. Кстати, подожди. А здесь есть вот эта фигня? Вот она, да? Вот она. Которая типа... Или, подожди. Короче, чтобы питать... Это вот к вентилятору идет заднему, да? Ну-ка, подожди секунду. Дай удалю. Верь кабель. Да. Да-да-да-да-да-да. Как это называется? Какой-то хаб, короче. Типа, он есть сзади вот так вот на некоторых этих корпусах, чтобы, короче, соединять все вентиляторы. Вот это... Это такой... Учитывая то, что я первый раз компьютер собирал, для меня это было немножко, типа, вопросиком. И вот вам скажу, если вдруг у вас такое, может быть, в будущем возникнет, если ни разу не собирали. Меня очень, так сказать, законфьюзил тот факт, что на большинстве материнских плат... То есть тут есть как бы разъемы для вот этих вот всех вентиляторов. Они там называются фан... Ну вот для этого процессорного CPU фан и для вентиляторов, которые ты ставишь в корпус просто для вот такого охлаждения. Просто, по-моему, фан... Фан один, там два, вот как-то так. Так вот, я охуел с того, что их всего, там, по три... То есть там в супер каких-то пиздатых материнках иногда четыре разъема. И я такой, типа, чего, блядь? То есть у меня в корпусе сверху по два вентилятора есть место. У меня здесь три вентилятора и здесь три стоит. Вот. И то есть для меня это было немножко вопросиком. И то есть нужно смотреть на то... Ну, как бы... Во-первых, это все может подключаться через блок питания, по-моему, как-то там. Блядь, подожди, может вот эта хуйня и идет к блоку питания? Нет, это типа вроде как установленная в корпус хуйня. Точнее, или в материнку. Короче, я немного запутался, но, в общем-то, в блоке питания, во-первых, есть хаб специальный. То есть вот эти вот провода, в один из них можно воткнуть просто вот все вот эти вот вентиляторы. Ну, что-то типа того. Ну, и есть вот такие вот хабы, которые сзади типа крепятся. Только я вот не помню. Мне почему-то казалось, что они с корпусом идут. Но, видимо, с материнкой. Нет, подожди, блядь, как с материнкой, если вот эта вот все панель от корпуса? Это просто, что я камеру держу на... Ну-ка, подожди, если я вот так вот наведусь. Да, блядь, не, не получится у меня так навестись. Не, это с корпусом, да, просто, что я мышку держу на материнской плате, поэтому выделяется материнская плата. Меня это немножко удивило. Так, ставим, значит, все вот эти вот панели наши теперь прекрасные. Все я подсоединил. Нет, я не подсоединил. Еще питание для вот этих кнопок наших любимых. Выключателей, включателей. Закручиваем заднюю крышку, эту крышку. Так, и переднюю боковую панель. О, как у нас, блядь, тут все. Ну и, в общем-то, погнали, ебтель. О, как, о, как. Можно даже туда посмотреть. Ну, блядь, практически не видно, правда, вентиляторов наших. Но смотри, о, как, даже, блядь, даже вот здесь, нихуя себе. Операционная система не найдена, все. Да, все наебнулось, понятно. Давай врубим. Можно, надо, видимо, обязательно перезапускать. Ну-ка, давай. Значит-то, мы запускаемся, устанавливаем эту операционку. Теперь перезапускаемся. Входим в биос. И все настраиваем по фасту чисто. Так, настраиваем, значит, цена. Что у нас тут, смотри, пиздец. Многоканальный режим. RTX 2060. Вот это все, ебтвою мать. Красота, ляпота. XMP профиль. О, блядь, 3200. Это пиздец, это просто пиздец. Конечно же, видюха... Ой, блядь, видюха. Винда запускается с SSD. Все правильно. Спасибо, что правильно установили меня тут. Ну и теперь, как тут выйти, блядь, и... Ждя, как? А, применить теперь, загрузить компьютер. Да, все. Все у нас прекрасно работает. Установка программ. Will it run. Давай установим. Давай установим подсветку. Регулятор. И стресс-тест. Проверим. И давай вот этот вот 3DMark. Это то, что у нас было только что, да? Да. Только какая-то проф-версия, нифига себе. И CineBank, да? Да. Кайфы. Ну-ка посмотрим для начала... Для начала подсветочку. Для начала подсветочку. Выбрать все. Выбрать все. Давай. Давай, пускай она медленно переливается. Пинг-понг. Обратный поток. Циркуляция. Идти. Что значит идти? Пинг-понг. А, нет. Такая херня мне не нужна. Поток. Обратный поток. Все. Тупо все, блядь. Циркуляция. Такая циркуляция. Поток. Поток пошел. Короче, нормально. Я думаю, да. Давай ускорим, подожди, посмотреть, что тут будет. Не, ну кайфы. Только я не хочу, чтобы оно так быстро все это делалось. Пускай помедленнее. Но и не супер медленно, чтобы было. Мне еще чуть-чуть помедленнее. Вот так. Прям почти максимально медленно. Да. Во. Кайф. Все. Вообще офигенно. Сохранил. Не знаю. Надо мне, блядь, или нет? Ну, короче, пускай. Will it run. Только дайте посмотреть для начала. Бля, какой же кайф. Дай я открою, посмотрю, что вместе с этими вентиляциями. Блядь, только тут вот эта вот защитная хератинь. Не, ну вы просто посмотрите на это. Просто. Во оно что. Ну, кайфы, конечно. Так, ладно. Ставим обратно. Ну-ка. А, не. Для начала. Для начала, конечно же, стресс-тест. Просто потянет оно все там, блядь. Или что, или как. Нормально все будет, ненормально. Там температура видеокарты уже по-горячее, чем прошлые у нас были. Но все-таки RTX, юб. Окей. С стресс-тестами у нас все нормально. Давай посмотрим, что оно тут потянет. Все тянет. Вообще, вообще, должна все, блядь. Все на свете. Эта система. Рекомендуемая. Опа, прикол. Да, в смысле, блядь. Имеется 6. А, у нас видюха. Только до 6 гигабайт. Ёб твою мать. Ну, ладно. Фуллгаз тянет. Вот и все, блядь. В 4К тянет вообще спокойно. Абсолютно безусловно. Что? А, ой. Я почему-то перепутал. Я думал, вот это то, что требуется. И я такой, почему... Ну, не знаю, почему. Просто как-то вот так вижу 1512. Просто такое точное число прям, что я подумал, это рекомендуемые требования. И такой, думаю, фуллгаз, блядь, полтора терабайта, ведь неплохо. Ну, короче. А, не, вот еще одна, смотри, которая у нас тоже, ну... Ну, тут, по сути... А, ебать. Здесь уже 3070 нужно. Понимаю, понимаю. Ну, ладно, ладно. А, давай, теперь мне интересно вот это проверить. Там чел у нас хотел, чтобы 2000, сколько вот у нас будет? Я не думаю, что сильно прям мега больше, потому что не то, чтобы 2060 намного мощнее, чем 1660. Вот. На ней, конечно, RTX есть, только это правда. Ну, не знаю, мощнее, конечно, но не то, чтобы прям вообще пиздец, там будет сейчас разница бешеная, да. Знаете, мне он нравится черным. Я что-то думал сейчас покрасить в белый, но вообще как-то вот, не знаю, мне нравится черный. Прям кайфово смотрится. Так, внимание, дамы и господа. А, это еще не финальная сцена, но пока что не внимания. Опа. 7258. Окей. А тут есть какой-нибудь, типа, лидерборд? Не? Должен же быть, наверное. М? Наверное, нету. Хер его знает. Зал славы таймспай. О. Блядь, это что-то в реальной жизни сейчас откроется на моем компьютере, да, наверное? Ой. Ой, не надо. Ой, страшно. Синебенч? Давай напоследок. На всех ядрах. На одно ядро не хочу. Это капец, как долго. Когда у нас будет какого-то уже, там, три дрипера всякие, вот, да, можно будет уже не на одно ядро тесты провести. На все ядра сравнить. Итак, что тут у нас? Мы вообще в топе, между прочим, ебать. Смотри, лол. У нас прям больше всех очков. Мы, типа, рейтинг теперь number one. Первое место наше. Все. Все, ебать. В общем, погнали ставить на продажу. Мне интересно, сколько предложат. Давайте то место, оно святое. Оно для первого моего кудактера. Ля, ебать. Дороже. Ну, а, хотя, понятное дело, мы и потратили так-то дороже. А, как, блядь. А, это изменить цену, еб твою мать. Я пишу буквами. Буквами шесть тысяч. Не, ладно, семь тысяч. Раз на то, пошел бы не... Бля, пиздец, конечно. Семь тысяч за такой ПК. Блядь. Ну, типа... Блядь, это на самом деле вообще странная сборка. Я почему-то так и сейчас задумался. 128 гигабайт оперативки и 2060. Тут, блядь, оперативки скоро больше будет, чем... Чем SSD памяти. Ебать, на оперативку можно устанавливать игры. Ну, вот за это и семь тысяч. Даже можно больше попросить. Ладно. Не, ну, блядь, для такого ПК, конечно, это деньги ебанутые. Типа, ну, если так подумать серьезно. То есть, типа, ну, все равно платить, так что, да. Продачу за название накинули там нам процентик. Нормально. Ну, в общем-то, вот такие дела. Будем ждать следующего дня. Настоящая пицца в натуре. Блядь, неужели настоящая? Ну, в общем, все. Всем пока. Счастья, здоровья, любви, удачи, денег. Да, давайте.